Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сейчас находимся на плато Мон Рояль, рядом с парком Мон Рояль, откуда как раз обычно делают фотографии на центр города. Да, вот эти знаменитые панорамные фотографии. С левой стороны у нас сейчас находится территория, которая принадлежит университету Могил. Соответственно справа непосредственно находится парк, и вот тут остановочка, вот это вот памятник в Орелу Решку. Кстати, там что-то прятали, помнится. И сегодня мы поговорим про такую важную тему, как статус постоянного жителя Канады. Почему я про эту тему говорю? Потому что у меня моя старинная подружка, она в свое время эмигрировала в Канаду, а потом уехала. Ну, не срослось, не получилось. И вот она уже много лет живет у себя дома, в стране исхода. И время от времени я вспоминаю по поводу ее ситуации, думаю, вот по идее у человека есть карта резидента, и по идее было бы неплохо, если бы она вернулась и начала жить здесь. То есть, возникает вопрос, имеет ли она право это делать, потерян ли ее статус резидент или нет. И вчера, собственно, у меня был разговор с специалистом области эмиграции, и мы как раз обсудили там кучу всяких разных вопросов. И один из вопросов был связан как раз с тем, что такое статус постоянного жителя Канады. И я хотел поделиться этой информацией, потому что мне кажется, это будет интересно для многих людей. Итак, статус постоянного жителя Канады, это статус, который дается тем людям, которые его получают в момент пересечения канадской границы. По этому поводу я уже много раз говорил, здесь нет ничего нового. То есть, когда вы получаете иммигрантскую визу в паспорт, у вас еще ничего нет. У вас есть просто виза иммигранта в паспорте. Это еще не значит, что вы стали постоянным жителем Канады. Постоянный житель Канады это человек, который прошел через Port of Entry. То есть, ой, мама мия. Весна, и в Монреале появляется огромное количество вот этих вот ласточки на гнезд. Сюда здоровых дырень, ямно-дородных. Вот, и дети, кстати, посмотрите. Дети видят, чем они занимаются. Развлекаются. И, соответственно, ты должен получить статус постоянного жителя в момент, когда ты пересекаешь границу, когда ты общаешься с иммиграционным офицером, и он говорит, что да, все прекрасно, все замечательно, ты соответствуешь всем тем критериям, которые предъявляются к тебе и к твоей профессии, конкретно на той программе, по которой ты приезжаешь. Либо это федеральная иммиграционная программа, либо это провинциальная иммиграционная программа. Ну, как бы то ни было. То есть, вот как только ты выходишь из офиса иммиграционного офицера, а потом проходишь таможню, и у тебя в руках твой confirmation of landing, подтверждающий, что ты прошел процедуру лендинга, вот в этот момент становишься резидентом Канады. И, соответственно, дальше. По существующим правилам написано, что для того, чтобы не потерять статус резидента, ты должен находиться на территории Канады 730 дней, то есть 2 года из 5 лет. То есть, берется конкретно период времени 5-летний, и если ты не превышаешь этот период, то за тобой статус резидента сохраняется. Ты можешь жить до бесконечности в этом статусе, тебя никто не обязывает брать канадское гражданство. Ты вот живешь, и у тебя все прекрасно, все замечательно. Важный момент, что если ты, опять же, презумпция такая есть, что если ты живешь за территорией за пределами Канады, то есть, подходим непосредственно к вопросу, с которым мы начинаем, если ты живешь за пределами Канады, и у тебя есть на руках perm jason card, то есть карточка постоянная для Канады, то по презумпции ты считаешься резидентом. Однако, если ты живешь за пределами Канады, и у тебя карточка иссякла, то это значит, опять же по презумпции, что ты потерялся. И вот теперь наступает самый важный момент, что презумпция – это не то же самое, что закон. То есть, если вы по презумпции считаетесь потерявшим статус резидента, то по закону вы таким не являетесь. Для того, чтобы проверить, потеряли ли вы действительно статус или нет, вы должны запомнить анкету на travel document. Имеется в виду анкета на получение визы, ваш загранпаспорт, который вам позволяет вернуться в Канаду, как постоянному жителю Канады. Важный момент, что человек, который получил статус постоянного жителя Канады, он не имеет права, даже если он в свое время посчитал, что он сам добровольно отказался от статуса постоянного жителя Канады, он не имеет права подавать на простую туристическую визу. Он обязан подавать на travel document. Этот travel document, как я уже говорил, выдается только лишь постоянным жителям Канады. И если ты подаешься на travel document, и по тебе выносится решение иммиграционным офицерам о том, что ты потерял статус постоянного жителя, вот ровно в тот момент у тебя начинается обратный отчет по поводу того, что ты теряешь свой статус. То есть, опять же, ты получаешь решение иммиграционного офицера, но свой статус ты еще не потерял. Если ты находишься за пределами Канады, у тебя есть 60 дней на опротестование этого решения. Если такое решение ты получил внутри Канады, у тебя есть 30 дней на опротестование этого решения. То есть, получается, у тебя все равно, даже если прошло много-много лет с тех пор, как ты сам для себя решил, что ты уже не канадский резидент, у тебя все равно появляется либо 30, либо 60 дней в этом статусе на опротестование. И, соответственно, что важно, вот что я для себя узнал, и что безумно работает в случае моей старой подруги, старой приятельницы, это то, что в заявлении на получение travel document есть такая статья, называется humanitarian grounds, по-моему, что-то такое. И в этом блоке ты должен написать причины, что у тебя случилось, что, допустим, если ты не соответствуешь тем нормам, которые позволяют тебе сохранить статус permanent resident, то есть имеется в виду нахождение в Канаде, то есть, условно говоря, вот ты приехал, а потом прожил там, не знаю, год-два, да, а потом уехал там на пять лет. То есть автоматически, согласно нормам закона, ты потерял свой статус резидента. Но вот этот вот блок под названием humanitarian grounds, он говорит о том, что если ты не был в Канаде и не соответствуешь тем критериям, которые предъявляются для сохранения статуса, что ты можешь сказать в свою защиту, какие у тебя есть основания для того, чтобы мы рассмотрели твое дело и приняли решение о том, что ты вовсе даже не потерял свой статус. И вот в качестве таких вот поинтов могут быть болезни родителей, невозможность по состоянию своего здоровья покинуть страну, препятствование государством, то есть, допустим, заблокированные границы, покинуть твою страну, где ты находишься, для того, чтобы вернуться в Канаду. Рождение ребенка, да, то есть вот так получилось, что ты родила ребенка и ты там первые несколько лет не можешь уехать из-за того, что ты ухаживаешь за ребенком. Там, что еще? Нахождение в тюрьме, но важный момент, что ты должен находиться в тюрьме по тем статьям, которые таковыми, уголовным статьям или там незначким статьям, которые таковыми не являются в Канаде. Допустим, ты был политическим деятелем и тебя посадили за это. А в Канаде за такое не сажают, соответственно, перед канадским законом ты абсолютно чист, и это является тем основанием, которое тебе дает право вернуться в Канаду, в статусе постоянного жителя Канады. Соответственно, негативным моментом, то есть, почему тебе не дадут подаваться по этой категории, то есть, реабилитироваться по этой категории, будет то, что ты нашел работу. Ты, допустим, уехал из Канады, а потом... Некрасиво стал товарищ на Мерседесе. А потом ты понял, что ты не можешь найти работу в Канаде, ты не можешь тебя найти и тебе нечем себя прокормить, ты возвращаешься на родину или уезжаешь в другую страну, у тебя там все налаживается, ты все находишь, все прекрасно. А потом, бац, спустя несколько лет ты говоришь, хочу обратно в Канаду. Тебе говорят, нет, дорогой, в данном случае не прокатит. Или там ситуация, ты инвестировал деньги, бизнес открыл в другой стране и так далее. Тоже не считается. То есть, вот есть всякие разные маленькие нюансы, но что важно, что я хотел вам донести этим видео. То, что если ты однажды получил статус постоянного жителя Канады, он у тебя сохраняется всю жизнь ровно до момента, пока не будет решения, юридическое решение о том, что ты его потерял, что у тебя его забрали. И всегда есть возможность либо 30 дней, либо 60 дней его опротестовать. Это, собственно, мысль, которую я хотел до вас донести. Надеюсь, что для тех, кто был в Канаде, уехал и думал, что он потерял, то, что я скажу, это будет новостью и позволит сделать какие-то выводы и принять какие-то решения, возможно, вернуться в Канаду. Затем откланиваюсь, всем чудесного дня и счастливо! Пока!